Спасибо большое, добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что будет уместно поблагодарить компанию Фармак за то, что мы все здесь сегодня собрались и за возможность выступить перед вами. И буквально несколько слов я себе позволю в качестве комментариев к предыдущим вопросам. Я хочу настоятельно всем напомнить, что статью нужно принимать пожизненно, а не курсами. Это обязательные условия достижения того хорошего прогноза. И в отношении предыдущего вопроса по поводу стрессов, знаете, я хочу вам сказать, что понятно, что мы все живем в этом мире, мы все очень волнуемся, переживаем, но если вы занимаетесь любимым делом, если у вас нет избыточной массы тела, если вы контролируете цифры артериального давления и холестерина, если вы занимаетесь физической нагрузкой, если у вас счастливая семья, поверьте мне, стрессом не будет места в вашей жизни. Поэтому тут как бы вещь выбора для каждого человека. И вот несколько слов о нашей статистике. Я думаю, что Галине Анатольевне будет тоже интересно посмотреть. Я думаю, что Россия и Украина, в общем-то, не очень сильно отличаются тут друг от друга. Вклад смертности от сердечно-судистых заболеваний на Украине в структуру общей смертности составляет 63%, что является достаточно весомой цифрой. Также какие статистические данные. На Украине каждую минуту погибает человек от сердечно-судистых осложнений. Если вы посмотрите на часы и примерно представите себе, сколько времени вы провели в зале, я думаю, что 90 человек на Украине за это время погибло. Именно от сердечно-судистых осложнений. Что еще важно. Также было показано и доказано, что на Украине происходит 3 инсульта в течение 15 минут. И мы знаем, что в большинстве случаев инсульты имеют ишемический характер. Также доказано, что в основе всех, в общем-то, большинства этих осложнений, острых коронарных синдромов и острых нарушений мозгового кровообращения лежит атеросклеротический процесс. Также, что еще очень интересно. Атеросклероз – эпидемия 20-21 столетия. Это заболевание сопровождает человека от детства до старости. К 2020 году наиболее частой причиной потери трудоспособности и смерти людей станут именно ишемическая болезнь сердца и церебровоскулярные заболевания. Исследования последних лет показали, что надежды, возлагаемые на высокотехнологические виды помощи как средства первой линии для борьбы с сердечно-судистыми заболеваниями, не оправдались, к сожалению. Несмотря на большое количество инвазивных вмешательств от коронарных шунтирований, выполняемых в развитых странах, остановить эпидемию сердечно-судистых заболеваний все-таки не удалось. Исследования Интерхард – достаточно большое исследование, видите, около 15 тысяч пациентов. Факторы риска. В первую очередь указывается дислепидемия, курение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, именно абдоминальное ожирение, а не высокий индекс массы тела и действительно стресс. Факторы, снижающий риск. Потребление фруктов и овощей в определенных количествах, регулярные физические упражнения. Я настаиваю на этом, что даже для достаточно тяжелых пациентов сердечно-судистых, а я, в общем-то, представляю кардиологическую точку зрения, даже пациенты с сердечной недостаточностью хронической нуждаются в 30-40-минутной многоустке, естественно, которую они переносят ежедневно. Ну и употребление небольших доз алкоголя, хотя в нашей ситуации это достаточно спорно. Я абсолютно согласен с предыдущим докладчиком. Я также хотел представить вам книгу, которая вышла в 2000-м году. И вот в ней обсуждались, на взгляд авторов, 10 величайших открытий в медицине. И обратите внимание, что все началось с анатомии человека, но тем не менее, вот видите, Николай Айничков, прерогатива открытия и изучения транспортического процесса. Это было указано, что, в общем-то, это революционное открытие в медицине. И ему, в общем-то, первому принадлежит фраза «Без холестерина не может быть атеросклероза». И также принадлежит инфильтрационная теория патогенеза атеросклероза, инфильтрация интимных холестерина. Идея, что атеросклероз может быть обусловлено сбытком питательных веществ в пище, является революционной. Поэтому работа Аничкова сравнима с открытием гравееком кровообращения и дыхательного обмена кислородовой кислоты. Только признание врачами этого факта и приведет к снижению инвалидности и смертности от атеросклероза. Если бы открытое Аничкова было должным образом оценено, мы сэкономили бы более 50 лет в длительной борьбе за холестериновую теорию атеросклероза. А сам Аничков получил бы на филевскую премию. И вот несколько кадров из истории. Глент Сиборг, работая на циклотроне в команде создателя атомной бомбы, прошу обратить внимание, впервые высказал идею возможности центрифугирования плазм крови для изучения его состава. И в 1949 году Джон Гоффман, сейчас фотографию покажу, впервые описали различные виды липопротеидов. Гоффман с авторами открыл гигантские молекулы, состоящие из холестеринов, эсфолипидов, жирных кислот и белков. Эти молекулы получили название липопротеидов. Описал липопротеиды низкой и очень низкой плотности. И если мы будем говорить о подклассах липопротеидов, мы знаем, что существуют атерогенные, менее атерогенные подклассы. В общем-то, самый неприятный подкласс – это липопротеиды низкой плотности. И вот вы видите, что они являются высоко атерогенными. И знаете, это, в общем-то, наверное, моя больная тема, когда я выступаю на многих конференциях, то я всегда пытаюсь донести до слушателей идею, что не может быть атеросклеротическое поражение, как правило, одного бассейна, сосудистого бассейна. Если мы говорим о атеросклерозе, то, как правило, это всё же мультифакальный атеросклероз. И очень часто нужно этому уделять большое внимание. Не зацикливаться, допустим, на поражении коронарного бассейна, церебровоскулярного. Всё-таки думать о том, что если есть поражение одного сосудистого бассейна, то, возможно, есть поражение другого сосудистого бассейна. То есть пациент относится к категории высокого и очень высокого риска развития сердечно-осудистых осложнений. И вы видите из регистра РИЧ – это огромнейшее исследование. В нём было показано, что пациенты с поражением нескольких сосудистых бассейнов имеют гораздо больший риск смерти и осложнений по сравнению с поражением одного бассейна. Также было показано, что пациенты, которые страдают ишемической болезнью сердца, примерно 25-30% из них имеют поражение других сосудистых бассейнов, о чём мы часто забываем, то есть церебровоскулярного и периферического. Поражение сосудов нескольких бассейнов имеют, обратите внимание, 25-30% пациентов с ишемической болезнью сердца, примерно 40% с церебровоскулярными заболеваниями и примерно 60%, а в принципе, по некоторым данным, до 70% пациентов, которые страдают периферическим атеросклерозом. Сердечно-осудистые ослабления через 3 года у пациентов с периферическим атеросклерозом. И вы видите, что именно у этих пациентов наиболее высокий риск смерти от сердечно-осудистых причин. А мы зачастую, к сожалению, об этом не забываем, думая, что это, в общем-то, лечение этих пациентов от прерогатива сосудистых хирургов. Это данные нашего исследования, которое было проведено в Институте кардиологии и Министроженской исследовании Пульстар. Сопутствующие заболевания при ишемической болезни сердца, сахарный диабет примерно 3 пациентов, артериальная гипертензия 90% пациентов, периферический атеросклероз каждый пятый пациент, также инсульт в анамнезе примерно от 11 до 13% пациентов. И что еще очень важно, что основные выводы этого регистра РИЧ. Пациенты с клиническими симптомами атеросклероза по сравнению с пациентами с наличием просто факторов риска имеют более высокую частоту сердечно-осудистых событий. Несмотря на широкое применение медикаментозной терапии. Очень важный слайд. Обратите внимание, если есть атеросклероз и даже если мы лечим этих пациентов, все равно риск очень высокий. Поэтому об этом стоит помнить. Что в Европе? Это тоже исследование, которое было опубликовано недавно. Что происходит за последнее время? Что изменилось за последние 20 лет? Увеличение количества курильщиков в возрасте до 50 лет, особенно среди женщин. Увеличение количества людей, страдающих ожирением. Вы видите, достаточно серьезный процент до 40% популяции. Увеличение количества пациентов, страдающих с сахарным диабетом. До 28% популяции. Подумайте, это огромная цифра. И эффективность контроля артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией существенно не изменилась. Целевое уровень артериального давления достигает примерно, по европейским данным, около 39% пациентов с артериальной гипертензией, которые лечатся. Что касается данных украинских, было недавно опубликовано результаты исследования Blood Pressure Survey. Там было показано, что примерно 16,5% украинских пациентов с артериальной гипертензией достигают целевых уровней артериального давления. Но, однако, замечено, что в Европе все-таки произошло уменьшение уровня общего холестерина в связи с систематическим применением статинов. Я хотел бы несколько показать буквально три слайда, чего смогли добиться Соединенные Штаты Америки. Видите сравнение 1980 и 2000 года. Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тысяч населения среди мужчин и среди женщин. Вы видите, насколько, в общем-то, велик успех этой страны. Но тоже очень любопытно, что закладывается вот в эти составляющие. Что привнесло снижение смертности? Методы лечения с доказанной эффективностью. Это понятно, да, применение необходимых препаратов, следование всем стандартам оказания помощи. Но, что очень важно, коррекция факторов рисков популяции. Заметьте, там было 47%, а здесь 44%. В чем это реализуется? В снижении уровня общего холестерина крови, в достижении целевых уровней систерилического артериального давления и отказа от курения, и достижении определенной физической нагрузки. В общем-то, я думаю, что для пациентов с высоким риском развития сердечно-судистых заболеваний что нужно? Контролировать цифры холестерина, контролировать цифры давления, отказаться от курения и регулярно заниматься спортом. Тоже, в общем-то, я думаю, что для вас это будет интересный слайд, сколько украинцев имеют повышенный уровень холестерина и холестерина липоприды до низкой плотности. Это данные, которые были получены благодаря исследованию института Строжеска. Но, опять же, стоит оговориться, что это не просто скрининговые методы исследования, да, скрининг. Это пациенты, которые обращались в липидные центры с жалобами на боли или дискомфорт в области сердца. Около 60-70% имели уровень холестерина больше 5 ммл, ммл, и примерно треть наших пациентов имели уровень холестерина больше, чем 6,2. Я думаю, что многие уже из присутствующих здесь видели эти слайды, которые я покажу, но, тем не менее, я хотел бы настоятельно их вам показать. Пациент высокого риска развития сердечно-судистых заболеваний, кто он? И раньше, если раньше мы показывали вот такую вот картинку, вы видите, пациент с полипатологией, да, много коморбидных состояний, это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, и наличие хронической сердечной недостаточной, сахарного диабета, скорее всего, второго типа, то впервые в 2007 году американцы обратили внимание в журнале «Педиатрия» на то, что вот с чего нужно начинать. И если мы не будем акцентировать внимание на вот таких детях, то, к сожалению, в будущем, через 20-30 лет, мы получим пациента высокого риска развития сердечно-судистых изложений. Поэтому они рекомендовали очень большое внимание уделять дислепидемии у ребёнка как важнейшему фактору риска развития атеросклероза в целом. Я буквально покажу несколько слайдов, которые акцентируют внимание на том, что статины имеют огромнейшую доказательную базу, и у пациентов доказана документированная ишемическая болезнь сердца, и у пациентов с фактором риска, и нормальном уровне холестерина. И вот в журнале «Лансет» в 2005 году был опубликован мета-анализ 14 рандомизированных исследований со статинами, которые показали, что статины достоверно снижают риск общей коронарной смерти, уменьшают риск острого инфаркта миокарда и потребности в ревоскулиризации, уменьшают риск церебровоскулярных разложнений, и при этом не увеличивают риск смерти от несердечных причин и от новообразований. Прошу прощения, что мы, наверное, в каждом докладе показываем эти цифры, но это очень важно. Холестерин и попротеидов низкой плотности у пациентов высокого риска должен быть меньше, чем 1,8, это однозначно. У пациентов, которые перенесли, ну, хотя это тоже очень условно, я, наверное, думаю, что на сегодняшний день мы не должны показывать цифру 2,5, наверное, все-таки ниже, чем 1,8, и общий холестерин ниже, чем 4,5 млм на литр. Если мы не можем по каким-то причинам добиться снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности до 1,8, по крайней мере, мы должны на 30-40% снизить исходный уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, что приведет все-таки к возможному достижению клинических эффектов. Знаете, вот это данное, я думаю, что Галинина Анатольевна тоже будет интересно, это данные украинские. Ну вот, я думаю, что, в общем-то, схожая ситуация и в России. Мы говорим, что вот, очень маленькое количество пациентов, да, получает статины из той категории, которая нуждается у них. Я чуть позже приведу данные моего исследования. Это пациенты, которые попали в отделение сосудистой хирургии нашей Днепропетровской больницы с периферическим атеросклерозом. Причем бляшки выражены. Как Вы думаете, какой процент из этих пациентов получал статины? Три выписки. Три. Три. При выписке. Понимаете? Поэтому мы жалуемся, что как бы мы не назначаем статины, но посмотрите, осведомленность наших врачей украинских от целевых уровнях холестерина и разных показателей. Городские врачи и сельская местность. Посмотрите, ишемическая болезнь сердца, периферический атеросклероз и сахарный диабет. Но если в городе, скажем так, 6 из 10 врачей имеют представление, то в сельской местности это примерно 3 из 10 врачей. А если мы говорим о уровне холестерина липопротеида высокой плотности и 3 глицеридов, то это просто какая-то беда. Поэтому возникает вопрос, а как наши пациенты могут получать статины, вообще получать статины, и получать статины в адекватных дозах, если мы вообще не знаем о том, для чего они нужны, и их целевые уровни. Понимаете, и целевые уровни холестерина и так далее. Поэтому не только проблема в стоимости, не только проблема в пациентах, но проблема, наверное, и во врачах. Бренд или генерик? Зачем назначают статины? Понятно, что в принципе, критическая цель это снижение уровня холестерина, но в общем-то стратегическая это стабилизация бляшки и уменьшение размеров. И возникает вопрос, бренд или генерик? Ответ, зачем платить больше, если генерик адекватного качества? И меня поразил этот слайд. Посмотрите, наверное, многие из нас думают, что чем дорогаче страна, тем больше брендов принимается в ней, да? Но вот Соединенные Штаты Америки 90% получают генерики. Канада до 80%. Да, наверное, это вопрос, конечно, связанный еще со страховой медициной. Да, зачем платить больше? Но тем не менее, если генерик качественный, если он адекватен бренду, почему бы его не назначать? Я несколько слов хотел бы сказать об Атервакоре, но поскольку уже предшествовали прекрасные доклады, я не буду останавливаться очень подробно на вот этой обширной доказательной базе, которая уже была приведена. Я лишь напомню вам, что Атервастатин стал первым статином, и это были исследования Реверсал и исследования Истеблиш, которые показали, что в исследовании Реверсал он предупреждал прогрессирование развития атеросклеротической бляшки, его как бы увеличение объема, а в исследовании Истеблиш доказано уменьшил размер атеросклеротической бляшки, причем посмотрите, 6 месяцев по сравнению с синостатином и по сравнению с розовостатином, а розовостатин принимался в течение двух лет и доза 40 мг. Я думаю, как бы больше комментариев никаких не должно быть. Когда целесообразно проводить агрессивную терапию статинами? Агрессивную это имеется в виду начиная с 40 мг. Ишемическая болезнь сердца плюс множественные факторы риска, особенно метаболические синдромы с сахарной диабет и острый коронарный синдром. Я как кардиолог не могу не показать этот слайд. Обратите внимание, статины при остром коронарном синдроме, то есть при инфаркте миокарда. Ранее назначение статина при остром коронарном синдроме уменьшает общую сердечно-судистую смертность. Госпитальная смертность, летальность, да, 4% пациентов, те, к сожалению, которые погибли после инфаркта. Посмотрите, в 3 раза больше пациенты, которые начали прием статинов через сутки после возникновения инфаркта миокарда. Казалось бы, да, разница в часах, но смертность выше в 3 раза. Поэтому я обращаю ваше внимание на то, что мы всегда должны проводить агрессивную терапию и наиболее раннюю терапию статинами у пациентов высокого риска. Плеотропные эффекты статинов были уже освещены и доложены, как и о безопасности. Причем, обратив внимание, на критериях выбора статина, в первую очередь, это эффективность достижения целевых уровней холестерина и холестерина липопротеда в низкой плотности, доказанное влияние на атероскаротическую бляшку, о чем я уже говорил в своем докладе, безопасность, наличие обширной доказательной базы, ну и, безусловно, будем откровенны, стоимость. И самое главное, это биоэквивалентность. Это исследование было проведено в Харькове, и вы видите, что практически Атервакор показал полную биоэквивалентность с оригинальным препаратом. Таким образом, статины, в общем-то, могут быть рекомендованы на всех этапах сердечно-судистого континуума. Чем раньше мы их назначим, тем лучше для пациента. И буквально несколько слайдов. То исследование, которое мы проводили на базе нашей кафедры в Днепропетровской государственной медицинской академии, это пациенты с мультифокальным атеросклерозом, ишемическая болезнь сердца и периферический атеросклероз. 140 больных, у которых стабильная стенокардия, у части из них был инфаркт миокарда и поражение атеросклеротическое нижних конечностей. Методы обследования, период наблюдения 6 месяцев, сейчас уже 12, но вот те данные, которые уже обработаны, я вам докладываю. Посмотрите, основная группа – это пациенты высокого риска, еще раз подчеркиваю ваше внимание. То есть им была назначена комбинированная антитромбоцитарная терапия, аспирин плюс тромбонет, бета-дреноблокатор, ингибитор АВПФ и статин, причем доза 40 мг. Это была основная группа. Это была контрольная группа. Но на самом деле, как вам сказать, контрольная условно, потому что те пациенты, которые наблюдаются и лечатся в отделении сосудов и хирургии, не получают даже этих назначений. Аспирин, бета-дреноблокатор, ингибитор АВПФ и небольшая доза статина, здесь ошибка 10 мг. Была, да, сравнение 40 и 10 мг. Что получилось? В основной группе гораздо улучшилась симптоматика, уменьшили жалобы. И если вы посмотрите по эпизодам ишемии, была получена достоверная разница в основной группе и достоверная разница с тем, что мы получили через 6 месяцев в контрольной группе. Также существенно возросла дистанция безболевой ходьбы. Это то расстояние, которое пациенты проходили без боли в основной группе. Практически мы пришли к целевым уровням холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности в основной группе по сравнению с контрольной, чего не получилось. Также была выявлена тенденция к уменьшению толщины комплекса интимомедия и к увеличению лодыжично-плечевого индекса. Таким образом, я хотел бы сказать, что пациенты высокого риска нуждаются в терапии, агрессивной терапии с татинами. Также следует не забывать о достижении целевых уровней ротериального давления и назначении антитромбоцитарной терапии, а может быть и комбинированной антитромбоцитарной терапией тем пациентам, которым она показана. Таким образом, мы продлим нашим пациентам жизнь. Спасибо большое.